Мы продолжаем следить за одним из важнейших строительных объектов, возводимых в нашем регионе. 18 мая губернатор Игорь Руденя провел выездное совещание на площадке строительства Детской областной клинической больницы. В обсуждении хода работ приняли участие представители руководства генерального подрядчика, компании РТС «Отстрой», государственной корпорации «Ростех», руководители профильных ведомств и лечебных учреждений региона. Перед совещанием Игорь Руденя осмотрел строительную площадку Детской областной клинической больницы. Сейчас на объекте завершено устройство фундамента и установка свай. Идет возведение несущих конструкций подземного этажа. Сейчас работает 44 человека, 15 механизаторов и 15 ИТР-работников. Залито порядка 320 метров кубических бетона. К концу года этого мы должны быть уже на третьем этаже. На совещании обсуждались вопросы закупки для больницы современного оборудования, ускорение темпов строительных работ, финансирование проекта. Глава региона поставил четкую задачу – не терять время. На ближайшем заседании правительства будет рассмотрен вопрос по увеличению объемов и темпов работы, для того, чтобы максимально использовать сейчас летний период. Далее у нас очень важный этап работы – это вопрос адаптации уже нового поколения, современного поколения оборудования, российского производства в нашей детской областной больнице. Строители отмечают, что это пилотный проект, не имеющий аналогов в России. Проектная документация для такого масштабного объекта разрабатывается впервые. Темпы работы напрямую зависят от поступления проектной документации, а она постоянно корректируется в сторону улучшения. Например, вот арматурная сетка. Изначально площадь каждой ячейки должна была быть 200 на 200 миллиметров. Но затем решили стены усилить. И теперь, как вы видите, она составляет эту площадь каждой ячейки 100 на 100 миллиметров, как говорят строители. Таким образом, они строят с точки зрения надежности самый настоящий бункер. Корректировки, они внесены в экспертизу. Они в ближайшее время, у нас срок стоит до конца мая. Получено будет подтверждение. В рамках этого правительство Тверской области решит все необходимые вопросы. Мы зафиксируемся в юридически значимых документах. И я думаю, что это существенно позволит нам нарастить соответствующий объем и выйти уже на устойчивые темпы строительства данного объекта. Открытие нового комплекса детской областной больницы позволит создать в Твери современный кластер, который объединит ведущие учреждения здравоохранения региона, перинатальный центр, ОКБ, диагностический центр медуниверситета. Здесь появятся все условия для комфортного посещения учреждений, качественного оказания медицинской помощи пациентам. Будущая детская областная больница – это на самом деле самый настоящий комплекс зданий, без всякого преувеличения. Ведь помимо основных корпусов, которые за моей спиной появятся, здесь еще построят вот там станцию скорой помощи. Вот там слева будут патологоанатомические инфекционные корпуса, и более того, будет даже своя собственная гостиница. Она будет возведена на месте вот этого пока еще здоровенного кургана. В соответствии с проектной документацией, новое ДОКБ рассчитано на 420 коек и 13,5 тысяч посещений пациентов в год. Здесь запланировано открытие 17 отделений, в том числе онкогематологического и офтальмологического, потребность в которых испытывает регион. Предусмотрены отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, неонтологии, функциональной и эндоскопической диагностики, а также восстановительного лечения и многие другие.